QR-код, чтобы сходить в салон, красоты или спортзал. Норма или излишняя противоэпидемическая мера? Этот вопрос обсуждается в Ненецком округе уже вторую неделю. Одними из первых, кто выступил против введения QR-кодов, стало предпринимательское сообщество. Бизнес столкнулся с рядом проблем из-за новых ограничений. Дискуссия развернулась сегодня в региональной администрации. Подробнее расскажет Василий Хатанзейский. Вы представляете, если они исчез, начнут все разоряться. Это сколько безработицы какая будет? Вопрос, заданный Юрием Артеевым, в самом начале встречи волнует каждого бизнесмена, сидящего в зале. QR-коды введены сегодня практически в каждом регионе нашей страны. Эпидемиологическая обстановка ухудшается и в связи с этим правительство вводит новые ограничения, которые бьют по кошельку каждого предпринимателя. Мы потеряем деньги, мы недоплатим сотрудникам зарплаты, возможно, кого-то уволим. На сегодня в регионе 44% привитых, насколько я знаю. Собственно, эти люди, которые смогут посещать Эпщепит, смогут посещать салоны красоты. Если мы возьмем, ну, грубо посчитаем, что все в регионе посещают наш бизнес, это половина от всех возможных, половина, чуть меньше 44%. И, соответственно, бизнес недополучит прибыли в половину, в половину на севере, с учетом логистического плеча. Это весомые потери. Рекомендация введения допуска на посещение гражданами отдельных организаций только по QR-коду указана в перечне поручений президента России по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 20 октября. В списке предприятий – салоны красоты, фитнес-центры, бассейны, кафе и рестораны и другие организации, где фиксируется большое скопление населения. Меры, которые мы вводим, они направлены не для того, чтобы кого-то ограничить в получении услуг или еще чего-то, а для того, чтобы разорвать эпидемиологическую цепочку и прервать цепь нарастающих заболеваний, которые фиксируются с каждого дня по 18 человек в день. Кроме того, нам необходимо остановить смертность, которая у нас тоже идет с приростом 1 человек в день. Это очень большие страшные цифры. Впрочем, предприниматели считают, что такие ограничения в некоторых случаях могут противоречить закону о защите прав потребителей. По закону о защите прав потребителей я не могу отказать клиенту, если он не находится в состоянии алкогольного опьянения, если он психически здоров, я не могу ему отказать в обслуживании, если он пришел, в частности, по записи. Это будет нарушение закона о защите прав потребителей. С этой претензией они также могут пойти в Роспотребнадзор. Бизнесмены уже не первый раз встречаются с подобной ситуацией и такими ограничениями в целом. Во время первой волны пандемии все сферы малого бизнеса оказывали свои услуги, но при этом соблюдая меры безопасности. По мнению предпринимателей, это лучший вариант, чтобы работать дальше. Зал у нас там 20 квадратных метров, да, и то мы там обслуживали по одному клиенту, да, то есть мастер-клиенту. Ходили, если нам надо было там еще кого-то обслужить, мы, если у нас был другой кабинет свободен, мы его перестраивали и там тоже стригли. То есть мы реально эти меры все соблюдали. Если это будет все соблюдаться, ну, будет супер. Большие траты уменьшения прибыли в разы и потеря клиентов. Это главная на сегодня проблема предпринимателей, связанных с введением новых ограничительных мер. В свою очередь главный финансист региона Татьяна Лагвиненко сообщила бизнесменам, что в такое сложное время региональные власти ищут возможность поддержать предпринимательство. Предлагается и опять вот выплачивать эти 12 тысяч из федерального бюджета. Возможно, мы будем, есть предложение о том, чтобы доплатить районный северный тем, кто закрывается. Кто получит федеральные меры поддержки. Но опять же, это действительно достаточно, ну, как бы, трудоемкая, большая работа со всеми этими порядками, оценками регулярного действия и прочее. Но, тем не менее, мы сейчас над этим работаем. В ходе дискуссии также не раз напомнили, что такие строгие меры вводят для сохранения жизни и здоровья населения Неницкого округа. По мнению главного санитарного врача, на фоне низкого уровня вакцинации количество заболевших держится на высоком уровне. В качестве примера эффективной вакцинации Наталья Кирхар привела ситуацию с недропользователями. Инфекция, вы вспомните, она у нас была переполнена. Там лежало по 40, по 60 человек. Это люди были с нефтяных месторождений. У нас санавиация туда вылетала по несколько раз в день. И медики у нас просто, ну, работали на вахтовиковке. Мы получали кучу звонков на горячую линию. Зачем вы их сюда везете? Пусть они там умирают. Я не знаю, едут другие регионы, откуда они приехали. Сейчас, когда вахтовики привили 90% своих сотрудников, где у нас вахтовики? Они спокойно работают. В завершении встречи Татьяна Лагвиненко предложила дать время и предпринимателям, и их клиентам для подготовки к введению QR-кодов. Итоговое решение о введении новых ограничений примет оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Василий Хатанзейский, Алина Ваучейская, Владислав Носкин. Телеканал Север.